Сейчас появилось много сайтов с играми онлайн И на некоторых из них есть игры со спектрума Практически все игры можно найти прямо онлайн И не загружая сыграть их И некоторые игры сделаны так, что можно их прямо грузить Не только играть, но и загружать, как мы их загружали раньше На одном из таких сайтов я и увидел игру со спектрума Survivor И сегодня я бы хотел об ней немножечко рассказать Все бы хорошо Жаль, что эти онлайн спектрумы не передают звук загрузки А ведь большую часть времени мы проводили как раз в загрузке И слушали эти прекрасные звуки Но теперь-то ошибок не будет, как на аудиокассетах Да на наших магнитофонах Я надеюсь Как мне выбрать кейборд? Нет еще, вот почему-то проблема Что-то я не шарю Опа, полетел, полетел Сейчас я его сожру А ну-ка, иди-ка сюда В общем, игра Survivor выпущена в 87-м году Испанской компанией Topo Soft И позже переиздана в Великобритании компанией US Gold Она была выпущена сразу для нескольких компьютеров Для спектрума, Амстрада, MSX Но я-то в нее играл, естественно, на спектруме Давайте посмотрим, что говорит нам журнал 500 игр New Games Для спектрума Выпуск номер 3 Так, наверное А нет, не 3 В третьем его нету Давайте посмотрим второй выпуск Ага, Survivor Трудно сказать оптимистичен или пессимистичен взгляд авторов этой игры На последствия термоядерной войны С одной стороны, все-таки кто-то выжил А с другой, стоило ли Мутант, блуждающий по этажам подземелья Вряд ли ответит на этот вопрос Управление Стандартный набор Так тут было управление, я тупил сидел Клавишей Space курсор перемещается сверху вниз Начало игры по нажатию клавиши 0 Клавиша Space вызывает информационное табло при работе с клавиатурой Ряд 1-0, плевок Ряд АЛ, вниз Ряд КЮП, вверх Пары XC, ВБНМ, влево-вправо Лифт-телепортатор Подойти нажать вниз Превратиться в облако Нажать направление движения, вверх или вниз По прибытии на нужный этаж нажать влево или вправо Но не все лифты действуют Жилые помещения сообщаются с пещерами Где надо собирать лучистые объекты Похожие на кувшины Прыжки из разных положений весьма различаются Используйте это Ядерная зима кончится не скоро Вот такое описание В этом 500 игр от Спектрума Выпуск 2 Вапринт Нью Геймс Москва 93 Отпечатано в филиале первой образцовой типографии Москва Шлюзовая набережная 10 Тут есть еще много других игр Помимо Сурвайвера Ну я так понял они тут больше часть пишут про управление И немножко об игре Но уже своими словами И довольно все сильно тут надумано и придумано А на самом деле мы играем не за мутанта А за чужого Который на огромном космическом корабле Должен увековечить свою расу пришельцев Найдя 10 капсул на корабле И введя их в инкубаторы Сам корабль имеет 142 зоны Большие комнаты Вентиляционные отверстия Лифты И разные существа Наш персонаж умеет плюваться кислотой Как и чужие И нужна она ему для того Чтобы защищаться от различных существ Они здесь и маленькие И побольше Не очень страшные Страшнее всех здесь конечно Самый главный герой Но даже при такой страшной внешности И плеванием кислотой Герой все таки должен выживать Вражеские защитные системы И просто уроды Тратят вашу энергию Поэтому ее нужно восстанавливать Чтобы это сделать Нужно просто съесть одного из техников Но эти техники Мне напоминают больше каких то маленьких детей Получается что Гигантский чужой жрет маленьких детей Вот так это все выглядит Но по официальной версии Конечно это техники Ни в коем случае не дети Детей нельзя жрать А так то на хрена Я же пошутил Игра 87 года И она собственно верна своим корням В большинстве случаев на спектру Были такие игры Это комнаты лабиринты С какими то летающими штучками Которую нужно пройти Взять какой нибудь ключ Или какую нибудь деталь И куда нибудь его применить В то время это был самый распространенный жанр Ну такой типа лабиринта квест Весьма упрощенный И не длинный Ну вот такая в общем игра на спектруме Под названием Survivor О, а это что за штука такая С кнопочкой Ничего О, а это что за штука